Вы только взгляните, какая у меня замечательная игра. Это же Asphalt Injection. Это просто, наверное, лучшая игра в жанре рейсинг для PlayStation Vita. И сейчас посмотрим, что же это за супер вообще гоночки. Я уже, конечно же, играл. Прошёл первую лигу, зазрачил на все желточки. Сделаем музяку потише, потому что она слишком крута, чтобы быть услышана кем-либо. Кстати, да, саундтрек здесь действительно кал. Кейп Таун, что-нибудь, старт рейс, пусть будет эта жёлтая тачечка моя. Ждём очень долгую, невероятно красивую загрузку. Вот вы видите, какие интересные зелёные буковки. Они говорят нам Place in the Top. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, ничего интересного. У нас тут загрузочка мелькает. Скоро она дойдёт до нужного нам отметки, и всё будет замечательно. Normal Race Cape Town. Очень-очень информативная штука. Я доволен, как никогда. Вот честно, очень круто. Здравствуйте. Press X to Next. Почему все машины синие? Кстати, тут есть трасса в Москве. Но как-то не совсем она похожа на трассу в Москве. Но не важно, мы же играем на PlayStation Vita. Тут ничего не должно быть, как в Москве. Даже нет по утрам вот этих ребят в оранжевых робах. Но ладно. С самого начала игрушка показывает нам, что вы щенок. Вы никому не нужны. И ваш скилл идёт в жопу. Потому что сразу же враги от себя... Ну, враги. Какие враги? Все дружат. Ваши соперники от вас отрываются. Причём, неебически отрываются. И в итоге догнать их становится сложно. Но оказывается, что тут есть нитро. Причём, постоянно оно появляется из ниоткуда. Естественно, за дрифты, за всяческие. Вот, например... А, а, боже мой, вот это дрифт. Вот это дрифт. Мамка гордится уже. Смотрите, смотрите, какой я шикарный. Ладно, едем дальше. Не будем отвлекаться на подобные мелочи. Сейчас мы соберём себе адреналин. Адреналин толкает машины. Как барыга наркотики на районе. Примерно, ну... В одной стилистике. Видите, какой я быдло-драйвер. И номер три, и номер три. Да, номер три мы тоже подрезали. Остаётся догнать ещё нескольких ребят. Это вот второе и первое место. Оно будет моим. А вы будете просто присмыкаться передо мной дрифтанём. Заработаем сейчас ещё раз адреналин. Дрифтанём. Видите, какая прекрасная игрушка. Я не думаю, что есть что-нибудь лучше. Гран-туризм, Форза. Да нет, чушь не несите, серьёзно. Это лучшее, что могло случиться с играми о машинах. Какая прекрасная физика здесь. Игровая механика просто на высоте. Мы жмём вправо, машина поворачивает вправо. Точнее, нет, она не поворачивает. Она едет вправо. Сложно сказать, что действительно хоть что-то поворачивается. Потому что управление просто восхитительно. Я думаю, если вы когда-либо в жизни водили, то вы согласитесь со мной. Потому что, я не знаю, ощутите ли вы эту мощь движка или нет. Но это действительно восхитительно. Просто, ну, нет слов. Я вот до сих пор первое место занимаю. Второй круг едем. Очень увлекательно, очень интересно. Это во мне Need for Speed. Действительно, который скучный. Вы что ж, там и графики нет, и игра говна. Но школьник сказал из соседнего дома. Поэтому у меня нет причин ему не поверить в этом случае. Собьём ещё одну машину. Было бы мне 12 или 14, ну, или даже 16. Я бы говорил всем в школе, что, ребята, я, короче, вчера по Смоленску наточили. На такой разъезжал. Чуваков сбивал. И это всё было в реальной жизни. Естественно, не в игре. Потому что, ну, в школе у меня был друг, который рассказывал всем о том, что у него есть два автомобиля. Он постоянно гоняет на них. И его постоянно пытаются остановить милиционеры на тот момент. Но так как он крутой водитель, ему они не страшны. Он просто уезжает от них далеко-далеко. А я, тем не менее, отстал. Забыл посильнее прожать кнопочку газа. Это у нас R. У нас адреналин. И снова быдлорежим. Минус один. Следующий. Следующий клиент у нас. Ещё минус один. Я чувствую себя действительно таким дорожным хулиганом. Прямо, не знаю, хоть фильмы про меня снимают. Это было бы неплохо. Я думаю, неплохо бы поместился на большом экране. Хотя поместился ли с моей-то рожей. Хотя ладно, я уже похудел. Не думаю, что это очень смешная, актуальная шутка. Я вот скоро буду тощим. И тогда все экраны будут мои. Точнее, наоборот. Если про меня выйдет фильм, меня никто не заметит. Потому что я буду сливаться с рядом стоящей швабой. Да, пожалуй, это грустно. Ребята, толстейте. Быть толстым, это клёво. Вам всегда будут... Нет, ребят. Я не знаю, какие привилегии есть от толстых. Не будьте толстым. Не советую. Хотя, о чём я? Мы тут играем в гонки. Адреналин. Он только что второй круг прошёл. Остался последний. Сейчас будет просто невероятная развязка наших приключений. Кстати, в игре отличный сюжет. Нужно прийти первым. Это всё. Ну, для гонки это, по-моему, вершина просто сценарной работы. Я даже выпил какую-то ачивку. Но всё равно я буду крушить просто бампера вот этим ребятам. Не важно, что они мне ничего не сделали. Что я с ним мог там, не знаю, дружить несколько лет подряд. Но это гонки. Тут нет места слабым. Нет места друзьям. О, ещё одни жертвы. Ребята, простите. Минус один. Какой же жестокий. Серьёзно. Мне даже немножко стыдно за себя. Хотя... Боже мой. Хотя, нет. Я на самом деле соврал. Простите, пожалуйста. Не стыдно ни капли. А, дрифт. Вот это дрифт. Серьёзно. Серьёзно. Я ещё говорил, что в Грам-туризме неудобно дрифтить. Нужно очень сильно придрачиваться. Нет, ребят. Вот она. Асфальт инжекшн. 400 рублей в PlayStation Store. Пожалуйста, покупайте. И херовый я какой-то пиар-агент, честно говоря. Но Sony меня отобрали... Точнее, у меня отобрали паспорт. И говорят, типа, Денис, ты обязан теперь нам рекламить эту чудесную игрушку. Говорить всем правду о том, что она действительно прекрасная. Но у меня не получается врать. Конечно же. Тихо, тихо. У нас тут сейчас намечается финиш. Я должен прийти первым. И, честно сказать, игра, конечно же, говно. То есть... То есть совсем кал. Как бы ничего интересного в ней нет. Но я действительно её взял чисто повыбивать ачивки. И вот с этим она справляется, в принципе, неплохо. Потому что вчера поиграл полчасика, по-моему, ночью. И открыл 40% ачивок. Я прошёл вот первую лигу. И вот так вот получилось. Ну, может быть, не полчасика, а час. Но в итоге вот такая вот игра. Пока что, да, она стоит недорого. Я не знаю, надо она кому или нет. Но за 400 рублей консольная игра, пусть даже говно, возможно, будет и неплохо. Советовать бы, конечно, и не стал. Но... Ну, если вы прошли, например, Ричер Рейсер, который явно лучше, чем это. А если вы прошли, там, Мост Воддет, который ещё лучше, чем вообще всё это вместе взятое, то, как вариант, а хотя лучше подождать что-нибудь более достойного. Но на этом у меня всё. Это был Бейс. Рад, что посмотрели. И пока-пока.